Лев Мышонок храпел. Всю зиму из-за громкого храпа медведя мышонок не мог заснуть. И однажды он пришел к нему, чтобы разбудить. Эй, эй, Миша! Михаил Потапыч! Лето пришло! Пора вставать! Однако медведь даже не шевельнулся. Тогда мышонок взял горн, подошел к спящему зверю и энергично дунул. Но медведь и ухом не повел. Мышонку ничего не оставалось, как сонно бродить по лесу. И вот он встретил своих друзей. Что случилось, мышонок? Почему ты грустишь? Ох, даже не спрашивайте, друзья. Всю зиму я не мог заснуть из-за храпа медведя. Наступило лето, а он все еще не встает. Ммм, может быть, лев, царь зверей поможет тебе? Лев? Что-то мне не хочется идти ко льву. Попробовать стоит, ведь лев так громко рычит, что все вскакивают, как только слышат его голос. Хотя мышонок немного испугался, все-таки он пошел ко льву-царю зверей, чтобы просить его о помощи. Лев спал перед своей пещерой. Мышонок струсил, увидев его огромную гриву и клыки, и решил поскорее вернуться домой. Но тут он случайно наступил на ветку. Лев проснулся и услышал тоненький дрожащий... Что за шум? Что ты делаешь у моей пещеры? Ой, царь зверей, прости, что разбудил тебя. Я пришел просить тебя о помощи. Помоги мне, пожалуйста. Ты даже не настолько большой, чтобы быть хотя бы размером с закуску. Дорогой грозный лев, ты должен разбудить моего соседа, большого медведя. Он никак не проснется после спячки. Ничто не помогает его разбудить. Я всего маленький мышонок, и у меня тихий голосок. Медведь не слышит меня. У меня нет времени на такую маленькую, бесполезную мышку, как ты. Я царь зверей. Лев не помог мышонку и ушел. Он отошел подальше, спрятался за деревом, чтобы его никто не видел, и начал чесаться, как сумасшедший. Ух ты! Ой! Ах, 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 ох! Лев чесался изо всех сил и не хотел, чтобы кто-нибудь увидел его недуг. Ведь он был царь зверей. А мышонок грустно возвращался домой. Вдруг из глубины леса он услышал хриплое дыхание. Из любопытства он пошел туда, откуда доносился голос, и увидел льва. А лев без перерыва чесался. Мышонок подошел к царю зверей, и когда лев заметил его, то сразу перестал чесаться. Уважаемый лев, что с тобой случилось? Не знаю, мышь, не знаю. Я не могу остановиться. Ой, ты ничего не видел и не слышал, мышонок. Все ясно? Иди отсюда. Своими крошечными глазками мышонок присмотрелся к шкуре льва и увидел, как в его шерсти прыгает куча крошечных блох. Теперь стало ясно, отчего так сильно чешется могучий царь. Ой, ну тебя просто плохо. Давай я помогу тебе. Грррр, как ты можешь мне помочь? Ты просто мышь. Оставь меня в покое. Не обращая внимания на слова льва, мышонок храбро запрыгнул на него. Гррр, что ты делаешь? Слезь с меня. Малыш начал ползать по густой, нечесанной шерсти и выбрасывать блох. Но от этого льву стало еще хуже. И он начал чесаться лапами. Лев не выдержал зуда и прислонился спиной к дереву. Он начал тереться шкурой о твердую кору. Ой, он меня чуть не раздавил. Слезь, я не могу, не могу остановиться. Чем больше ты бегаешь по мне, тем больше я хочу чесаться. Слезь, слезь с меня, мышка, хватит. Лев побежал к ближайшему озеру и тут же прыгнул в воду. Мышонок у него на спине чуть не утонул. Уважаемый лев, срочно вылезайте из ветра, или я утону. Лев-царь зверей вышел из озера и принялся отряхиваться. И делал это он так сильно и быстро, что мышонок едва успевал зацепиться за шерсть. Ой, ой, я почти избавил вас от блох, уважаемый лев, еще чуть-чуть. Лев наконец остановился. Тем временем мышонок выбросил последних блох, оставшихся на его шкурку. Ну, как вы себя теперь чувствуете? Хм, что ж, мне кажется, этот зуд исчез. Потому что я вычистил на вас всех блох. Льву стало стыдно, что он был так груб с мышонкой. Когда ты попросил меня помощи, я посмотрел на тебя свысока, мышонок. Но ты все же сделал все, что было в твоих силах, чтобы выручить меня. Спасибо. Пожалуйста, уважаемый лев. Давай, прыгай ко мне на спину, я отвезу тебя домой. Когда мышонок и царь зверей пришли на место, то услышали громкий храп, доносившийся из берлоги старого медведя. Ха, что за шум? Они вошли в пещеру. А, ты был прав, малыш. Лето пришло, а медведь еще спит. Нужно немедленно разбудить его. Лев глубоко вздохнул и мощно зарычал прямо в ухо большому медведя. Весь лес пошел ходуном. Благодаря такому мощному реву, медведь наконец проснулся и выбежал наружу. Все лесные обитатели громко рассмеялись над глупым большим медведем. А мышонок тоже был очень рад. Ведь теперь он наконец сможет хорошенько выспаться.